С чего начинать человеку, который только стал вникать в эту тему? Имеется в виду в смысле изучения НЛП. Информация, море. И если смотреть все сразу, то мозг ничего не воспринимает. Вот и нужно пошаговое руководство для начинающих. Вот смотрите, мои дорогие. Это вопрос, на который нет правильного ответа. С чего начинать? Я всегда говорю, начинайте с тренинга, если вы хотите разобраться именно в НЛП. Но я бы вам порекомендовал вот такое пошаговое руководство для начинающих. Давайте можете прям конспектировать. Какая ваша цель изучения этого направления? Потому что НЛП захватывает на самом деле несколько таких глобальных направлений. Первое это коммуникация, эффективная коммуникация. Второй пласт, по моему сугубо личному мнению, это целеполагание и планирование жизни в целом. Третий пласт, это способность управления собой. И четвертый, очень большой пласт, это моделирование. То есть научиться извлекать стратегии из других людей, копировать и встраивать их в свою жизнь. И здесь, конечно, нужно ответить себе на вопрос, а какая моя цель изучения НЛП? Что я хочу улучшить в своей жизни, чему я хочу научиться, ну так в целом, прежде чем начинать НЛП? Вот кто находится у нас в чате, напишите, пожалуйста, какая ваша цель изучения нейролингвистического программирования? Напишите прямо в чате, какая ваша цель. Потому что взрослый человек всегда делает что-то для чего-то. Я хочу научиться планировать. Я хочу научиться лучше общаться с другими людьми. Я хочу, не знаю, научиться моделировать. Я хочу научиться лучше управлять собой. Я хочу как специалист расширить набор инструментов, ну я имею в виду специалист как психолог. Я хочу научиться лучше помогать людям. Это все зависит от цели. И исходя уже из цели, исходя уже из цели, из ваших целей, я вам буду давать... Вот, видите, у Саши первого цель ради гипноза. А что значит Юрий Гипноз сможете? Что значит Юрий Гипноз сможете? Смотрите, вот. Гипноз. Цели. Коммуникация. Научиться управлять своим мозгом в любой ситуации. Чтобы что? Ну, научиться управлять... Общение с людьми. Напишите свои цели. Напишите свои цели, ради чего вам изучают нейролингвистическое программирование. Потому что в зависимости от цели будет строиться стратегия. Будет строиться стратегия. Ну, начать обучение я всегда рекомендую с тренинга. Потому что на тренинге у вас есть еще практика. Я просто впитываю информацию, все же она когда-то пригодится. Я еще не знаю когда, но знаю точно, что пригодится. Отлично. Я преподаватель. Важное грамотное общение с моими курсантами. Вот, круто. Коммуникация с людьми, инструменты и наупи. Вот видите. Так. Чтобы эмоции не сбивали меня на пути к цели. Вот смотрите. У Богдана по большому счету есть две цели. Это научиться управлять собой, своим мозгом, своими эмоциями. И целеполагание. То есть, если вас что-то сбивает с цели, то, скорее всего, с целеполаганием есть какие-то вопросы. И когда вы уже поняли, для чего вам это, давайте сейчас общую схему. Нужно искать информацию, где я на эту тему могу найти ответы. Книг по NLP вообще невероятное множество. Только в моей библиотеке там под 60 уже книг. Чисто по нейролингвистическому программированию. Вот если вам хочется научиться гипнозу, прочитайте книжку Милтона Эриксона «Мой голос останется с вами». Либо прочитайте книжку, которая называется «Гипнотические паттерны Милтона Эриксона». Да, вот если за гипнозом, то в эти направления. Вот две книги я сказал. Еще можете третью книгу взять. Сергей Горин, опробовали ли вы гипноз? Вот это, если про гипноз, это туда. Если про коммуникацию, есть такая книга Джереми Лазарус. Называется NLP-переговоры. Она такая голубенькая. Можете вот ее поизучать. Что еще? Что еще? Какие у нас есть цели? Коммуникация. Вот если про коммуникацию, если говорить про книги, то Джереми Лазарус. Дальше ищите в интернете видео на моем канале, не только на моем, которые рассказывают и про фокусы языка, и про модели эффективной коммуникации. Три позиции восприятия. Изучите технику. Именно не изучите на уровне понимания, а на уровне исполнения, на уровне делания. Это прям очень важно. Вот смотрите, второе большое направление – это управление собой. Сюда эмоции, негативные убеждения свои. Потому что мы можем менять убеждения себе, а можем менять убеждения другим. Пытаться это делать. Так вот, если мы говорим о своих убеждениях, то это как раз таки тоже в это направление – управление собой. Здесь вам помогут книжки, книжки. Вот мне нравится в плане применения к себе. Это Татьяна Мужицкая. Ну и в принципе, мой канал на самом деле весь в большей степени про применение к себе. Как я сам могу себя починить, как я сам могу в себе что-то изменить, для того, чтобы моя жизнь стала лучше. Начинать нужно с цели. Я для чего это изучаю? Дальше искать информацию. Ну, какие-то вводные темы я дал. Вот если хотите прям очень коротко понять, с чего NLP начиналось, и как его использовать, прочитайте книжку. Она тонюсенькая. Называется «Из лягушек в принце». Книга Гриндера и Бендлера, основателей NLP. Вот прям одна из самых первых книжек по NLP. Прочитайте и подумайте. Дальше могу порекомендовать Тони Роббинса «Книга о власти над собой». Вот там весь курс NLP практик, но другими словами. Через карту реальности Тони Роббинса. Он там рассказывает, как их применять к себе, как их применять к другим. Там и про коммуникацию, и в большей степени там про управление собой. Единственное, что он там, конечно, определенную часть времени своего повествования уделяет вегетарианству. Я с ним в этом контексте не совсем согласен. Ну, у него такая... Это его книга, он художник, он так видит. Поэтому здесь так ответил ли я на вопрос, с чего начинать изучение NLP. Первое — это определить цель, для чего я это изучаю. А второе — это уже идти по направлениям, искать авторов, которые больше заточены на какие-то вещи. Вот смотрите, даже если говорить в целом по рынку, говорить в целом по тренерам, NLP, которым я тоже являюсь, то здесь вот какая история. У каждого тренера, соответственно, есть свои какие-то ценности определенные. И свои, скажем так, условно говоря, какие-то ключевые аспекты, через которые он претоломляет NLP. Если говорить про меня, то у меня, допустим, больше про такой самоменеджмент, управление собой. Канал, моя аудиокнига в том числе. И вот я такой, да? Поэтому вы здесь присутствуете, потому что где-то наши ценности сходятся. Есть тренеры, которые больше времени посвящают, там, коммуникации, да? Ну, ты в продажах, в переговорах, манипулирование, как продавить, как прожать. Ну, у них такие ценности, они так используют эти технологии. Есть другие тренеры, которые там больше, там, я не знаю, есть тренеры, которые больше для женской аудитории показывают, рассказывают, как технологии, инструменты NLP можно применять вот в своей жизни, там, в общении с мужчинами, в общении с детьми и так далее. Есть те, кто больше делает упор на NLP в образовании, как с помощью NLP обучаться чему-то новому. И это все тоже про NLP. И тренинговые центры, и тренеры, у каждого своя иерархия ценностей, каждый в определенный момент жизни создает контент, я имею в виду не только видеоконтент, и книги, и посты в социальных сетях. Это все про NLP, но с точки зрения каждого конкретного. тренера. Тюри, когда я вас слушаю, почти на 70-80% вас понимаю, а если Михаил Пелехат, я вас слушаю на 30%, в чем проблема? Откуда же я знаю? Ну, смотрите, наверное, Михаил Пелехатый разговаривает не на совсем таком языке, который вам понятен. Я разговариваю на более понятном для вас языке. Есть люди, которые меня плохо понимают, но понимают лучше Пелехатого или другого тренера. Это все очень субъективно. Вы уж поймите, что вы в любом случае будете выбирать тот источник, который вам понятен. Потому что вот есть такая книжка «Полный курс NLP» Майкла Холла и Боба Боденхаммера. Там и курс «Мастер», и курс «Практик». Я его вообще, можно считать энциклопедией NLP. Там очень много информации. Я эту книгу всю не прочитал, но она у меня как энциклопедия. И когда мне что-то нужно, я обращаюсь к ней, особенно когда готовлюсь к тренингам. И если вы ее откроете в первый раз, то вы ее очень быстро закроете, забросите или будете читать через силу. Потому что это такой прям учебник. Потому что это такой прям учебник. А если вы там заходите на мой канал, к примеру, слушаете мою аудиокнигу, я стараюсь сделать там все на простом языке. И ключевая специфика моего контента — это применимость к себе. Это применимость к себе. У других авторов, ну, другие авторы на что-то другое заточено. И это же все зависит от ваших целей. Когда ваша цель состоит в том, чтобы научиться коммуникации, вы будете смотреть, слушать, читать авторов, которые больше про коммуникацию. Когда у вас больше про себя, то вы будете других авторов слушать. Субтитры создавал DimaTorzok